Нацизм это чувство собственного превосходства, унижения других народов. Российский нацизм отличается тем, что он еще и глубокий комплекс неполноценности. Понимание, что Америка на порядок превосходит Россию в экономике, и просто на бесконечность по технологии и науке, это вот это понимание, ведь они все это понимают. Они понимают, собственно говоря, чем они пользуются, на каких машинах они хотели бы ездить, какими гаджетами они пользуются, понимают, что в студии, где произведено. И вот это понимание, что Россия отстала от Америки на бесконечность, это понимание отзывается в душах профессиональных патриотов такой болью, и что сам их язык начинает нести полную колесицу. Оказывается, американские инженеры поехали в 30-е годы в СССР от болода, который, оказывается, в США был намного сильнее, чем голодомор в Советском Союзе. Мы вспоминаем, сколько американских инженеров приехало в Советский Союз, а чего они приехали-то в коммунистическую страну? Да потому что жрать в Америке нечего было. И потому что голод в Америке был такой, что этот голод был посильнее, так сказать, советского голода до 32-33 годов. Вот они и приехали в Советский Союз на советские золотые рубли. И никто, кстати, из политиков американских судилищ по этому поводу не устраивал. И по отношению к американским корпорациям, которые сюда заводы завозили. Коммунистам завозили заводы. Опасность от мировой революции Америку не беспокоила. В 1972-1974 год, когда пришла к нам Америка с инициативой разрядки, я подчеркиваю, с инициативой разрядки пришли Соединенные Штаты к Советскому Союзу. А не наоборот. Они пришли тогда, когда кризис Соединенных Штатов был сильнее, чем кризис 30-х годов, чем Великая Депрессия. Конец 60-х, начало 70-х. Именно в это время они приходят к нам с предложением о мире. И я вас уверяю, в течение ближайшего года мы будем иметь разные вариации мирных предложений, которые будут называться мирными. Дмитрий Куликов, это он сейчас, вот этот вот, исполнял, вот этот вот хриплый волк одинокого, значит, волка. Дмитрий Куликов, он, конечно, мерзавец, но он не идиот. И он прекрасно понимает, я нисколько не сомневаюсь, что он знает историю, и он прекрасно понимает, что никакого голода в Америке не было, тем более никакого голода, близко даже, похожего на тот кошмарный голодомор, который прежде всего в Украине, но и не только в Украине был, и который унес миллионы и миллионы жертв. Ничего похожего в Америке не было. Он прекрасно знает, что Америка помогала России и в 19 веке, когда был страшный голод по Волжье. Америка помогала России, и в тот самый голод 1932-1933 года, никакой проблемы с продовольствием в Америке не было. А то, что произошло, а это очень понятная вещь, произошло то, что действительно за золотые рубли, откуда взялись золотые рубли? Они взялись как раз от чудовищного совершенно ограбления крестьянства, ограбления села, в результате чего и возник вот этот голос. Потому что Сталин как раз для того, чтобы привозили американцы свои заводы, он как раз уморил голоду половину страны. Именно поэтому приехали американцы за золотыми рублями, это правда. Но эти золотые рубли, они как раз и состояли из смертей и жизней половины населения России, Советского Союза. Прежде всего Украины, конечно. Украина, Казахстан. То есть, они все на самом деле прекрасно понимают, что все вокруг них, и машины, и одежда, и обувь, и гаджеты, и все оборудование в студии, и то, благодаря чему они могут распространять свою ложь, все это сделано либо на Западе, либо в Китае по западным технологиям. И вот отсюда этот вот тоскливый, хриплый вой в исполнении Куликова. Ну, а чтобы в тот бред, который несет Куликов и вся эта свора, кто-то мог всерьез поверить, надо полностью отрезать людей от информации. И прежде всего исключить широкое распространение иностранных языков. Не дай бог, человек сможет что-то прочитать или услышать на иностранном языке. Тогда вся эта картина мира, которую исполняют все эти, создают все эти мифотворцы, она тут же рушится. И вот вице-спикер Государственной Думы, господин Толстой, утверждает, что вместо изучения языков дети должны мастерить скворечники. Лица просто из личного опыта, для того, чтобы увеличить количество числов на труд, изымают количество языков на языки. Поэтому, я не знаю, может быть, как-то вообще глобально посмотреть на эту проблему... Мертвые или живые, Мария Владимировна, языки? Языки или труд? Просто вопрос в том, какие нам нужны сейчас языки в нынешней ситуации. Я просто к тому, что, понимаете... Может быть, скворечники даже нужнее, чем языки. Вы простите, пожалуйста, но это... Ну вот, скворечники, конечно же, нужнее, чем языки. Значит, а еще лучше умение разобирать и собирать автомат Калашникова. Нацизм в форме великодержавного шовинизма. Это особенность российского нацизма. Дикого, пещерного, пренебрежительного отношения к другим народам и к их культуре, которые эти люди никогда не знали и знать не желают. Вот очень яркий пример такого невежественного, дикого, пещерного шовинизма. Это Мордан, который истерит от того, что россиян обязали сдавать экзамен по латышскому языку для проявления вида на жительство в Латвии. Все теперь граждане России любых, любых политических воззрений, любой политической позиции официально признаны в Латвии людьми второго сорта, пребывание которых на территории этой страны нежелательно. Но объективно, потому что выучить латвийский язык, он довольно сложный. Но даже дело не в том, что он сложный, он абсолютно бессмысленный. Ну, то есть вот учить латвийский язык, я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот с точки зрения отсутствия всякого смысла. Вот коллеги подсказывают мне украинский, я не согласен. А украинская мова дюжа мелодична. А на украинской мове, по крайней мере, песни можно петь. Действительно, очень мелодичный язык. Но это мое личное. Да тебе украинский язык и учить-то, в общем, несложно. Русскому человеку, ну так вот наблатыкаться в мове, ну на разговорной, я вас уверяю, никакой проблемы. Ну а потом Украина все же вот, ну как, это же, это ОССР, там 50 миллионов человек жило, там Тарас Шевченко в конце концов был. И по нас мирный, и леся украинка. А у латышей что? Кроме шпрот. То есть вот латвийский народ, он какой след оставил, так сказать, в истории цивилизации, чтобы русский человек, даже будучи либералом, был вынужден учить латвийский язык? Я правда не понимаю. Знаете, объяснять Мардану, что такое латышская культура, бесполезно, потому что невежество этого человека, Мардана, она проявляется в том, что он не в курсе, что нет такого языка латвийского. Ну нет такого языка. Есть латышский, ау, невежда и Мардан. Латвия это государство, поэтому паспорт или границы латвийские, а народ называется латыши. И поэтому язык, невежда и нацист Мардан, называется латышский. Ну как на пальцах объяснить? Вот Россия это государство, поэтому паспорт у вас, невежда и Мардан, российский, а не русский. А народ, в том числе, русский, и поэтому язык русский. Ну так понятнее, если на себе. Ну бесполезно, это бесполезно. Это вот дикое невежество, пещерный, вот этот вот великодержавный шовинизм, он лишает людей возможности вообще соображать, когда они говорят о других народах. И только, только, только презрение, только ненависть, и только отрицание, вообще отмена того, что такие народы существуют. То другие обитатели телевизора свою ненависть выплескивают в виде конкретных предложений. Как именно можно напакостить соседям по планете? Значит, если мы просто на это будем смотреть, что ну вот, смотри, эти там проиграли, сейчас будет Европейский Союз, значит, мы просто дадим им их замысел осуществить до конца. И это значит, что нам железобетонно придется воевать. Другого варианта не будет. Если, то есть мы же логично понимаем, что если европейцы создают единый военно-промышленный комплекс, если европейцы создают единый центр принятия решений и фактически в какой-то перспективе единую армию, это она с кем будет воевать? Что она, на Киргизию нападет или на кого-то с кем она воевать? Вы понимаете, что это в первую очередь для нас делается? И мы видим, кого там выдвигают в авангард. Чтобы этого не случилось, если мы не сорвем эти планы сейчас, дальше действовать придется нашим военным. Я бы хотел, чтобы до военных дело не доходило. И мы бы умелой работой на их территории, умелой работой, подрывной, какой угодно, с теми политическими силами, в том числе, кстати, и с Ватиканом, потому что большего противника, я не концентрируюсь на конкретной личности Папы Римского. Европейский Союз больших симпатий у католиков не вызывал с момента его основания. Найти точки болезненные, на которые мы должны давить, для того, чтобы не дать реализовать этот проект, в итоге, если не привести к распаду Европейского Союза, ну, по крайней мере, к очень существенному его ослаблению, это для нас должна быть кардинально важная задача. Иначе придется, еще раз говорю, работать с нашим военным, чего, я думаю, мы могли бы избежать. Гадить везде, всегда, гадить во всем. Гадить в Европе – это, конечно, милое дело. И мы видим, с каким удовольствием, с каким упоением обитатели российского телевизора встречают эти идеи. Но главное все-таки Америка. И вот уже, так сказать, уже фигурировавший сегодня в нашем обзоре Мордан с исказившимся от наплыва наслаждения лицом фантазирует, грезит о том, как американцы вот выберут Байдена, и он умрет. А потом они выберут Трампа, и он тоже умрет. А потом к власти, наконец-таки, приходит американский Горбачев, разрушает США, а мы пируем на обломках Америки. Это вот видим перевернутую версию Советского Союза конца 80-х. Точнее, середина 80-х. То есть вот сейчас они переизберут Байдена. Он точно не доживет до конца срока. Ну, что значит, ну, точно может не дожить. То есть его придется хоронить на американском лафете. Значит, у них, правда, нет кремлевской стены, поэтому я не знаю, где у них положено хоронить президентов. Они выберут Трампа, ему тоже 78 лет, я хочу напомнить, дай бог ему здоровья, но знаете как, возраст такой почтенный. Трамп, соответственно, тоже, значит, от почечной недостаточности скоропостижно и безвременно помирает. И к власти приходит какой-нибудь американский Горбачев, энергичный, подпрыгивающий, подписывает соглашение по ракетам средней дальности с Россией. Ну, все обратно же. То есть тогда Горбачев там подлец подписал, а тут они подписывают, разоружаются, и все, мы пируем на, значит, на обломках Америки. Удивительное дело, с каким наслаждением. Человек мечтает, но вот, видите, иногда приходится проснуться, и весь экстаз пропадает. Вот, в частности, поклонница русского мира, актриса Татьяна Васильева, рассказывает про уникальность с упоением тоже, рассказывает проникновенно про уникальность русской нации, что почти не осталось нищих, что все вежливые, все ни разу не агрессивные, и все модно одеваются, и вы только посмотрите, с каким умиротворенным лицом она всю эту чушь несет. Люблю людей наших, очень люблю, потому что они особенные, русские, поэтому к нам такое отношение, то, что нам завидуют, потому что такой народ уникальный. Много вижу людей, которых нельзя не любить. Понимаешь? Когда они за все благодарны. И сейчас особенно, знаешь, сейчас очень люди изменились. Во-первых, почти нет нищих на улице. Ты встречаешь нищих? Есть вот одна женщина, которая на моем пути в фитнес сидит круглый год. Мороз, в дождь. Я ей всегда даю денег. Она меня так благодарит, что я не знаю, как мне, понимаешь, ей дать и скорее убежать, чтобы ей не приходилось мне благодарить за это. Понимаешь? Это каждый раз такие слова высочайшие. Вот в метро я езжу. Я люблю в метро ездить. Во-первых, я не опаздываю и наблюдаю за людьми. Нет агрессии. Такие все друг другу вступают в место, здороваются, чем-то заняты своим, читают. Хорошо одеты. Мне очень нравится, как у нас в стране одеваются теперь люди. Разнообразно, во-первых. Модно, но разнообразно. Замечательные люди. Хорошо одеты. Особенно и, главное, не агрессивные. Особенно это проявлялось и в Буче, в Мариуполе. Вообще украинцы могут много рассказать о том, какие россияне, какие они не агрессивные, какие они добрые. Ну и не только на войне, но и в мирной жизни тоже есть...